Революционеры победили российскую власть, не пустив туда опасного человека Революционеры победили российскую власть, не пустив туда опасного человека В 8 часов РИА новости, Владимир Федоренко, глава Московского центра палеотивной помощи Нюта Федермейсер РИА новости, Владимир Федоренко, глава Московского центра палеотивной помощи Нюта Федермейсер Архивное фото Виктор Мараховский Все материалы Глава фонда помощи хосписам Вера Анна Федермесер сняла свою кандидатуру в депутаты Московской городской думы по 43-му избирательному округу столицы Идея пойти в Мосгордуму, чтобы сделать власть милосерднее и человечнее, предвыборный лозунг Федермесер, реализована не будет Причину она прямо назвала сама, затем ее слова подтвердили многие, травля Важны тут три момента Первый, травили общественного деятеля не какие-то условные представители слэш-слуги слэш-цепные пропагандисты режима Совсем наоборот Это были, по словам Федермесер, те, кого она считала близкими по мировоззрению людьми Например, видный политолог, папа мальчика, с которым мой младший сын год ходил в один класс Упомянутый политолог, член правления фонда «Либеральная миссия» и участник проекта «Открытая Россия» Ходорковского То есть явно не пес режима Второй момент, сама экскандидат в столичные депутаты в своих формулировках предельно сдержана В том числе в отношении эксконкурентки из команды Навального, в пользу которой Федермесер, собственно, мочили 4 апреля, 6.44 Актеры в большой политике в мире И, наконец, третий момент Те, кто непосредственно вел охоту на Федермесер, вообще не смутились Наоборот, дружно выступили с одобрением мужественного поступка Нюты, отказавшейся, внезапно, быть пешкой в грязной игре власти Эти три момента надо разъяснить Ибо они наглядно показывают, чем, в сущности, является современная профессиональная борьба с российским государством Точка-точка-точка Вся штука вот в чем По концепции близких по мировоззрению Выдвижение в депутаты, пусть даже их единомышленницы Но не революционерки Это коллаборационизм Сотрудничество с оккупантами и предательство Дело в том, что на самом-то деле режим должен быть уничтожен Поэтому он трусливо предпочитает видеть в депутатских креслах тех, кто борется за решение конкретных общественных вопросов А не тех, кто принципиально борется за разрушение системы И поэтому наверняка режим сам пригласил Нюту Федермесер во власть, чтобы расколоть ее оппозицию Цинично воспользовавшись тем, что она делает много реальных добрых дел и пользуется за это заслуженным авторитетом реального общества Это подло и гнусно со стороны власти поддерживать тех, кто приносит пользу Из-за этих предателей во власть не могут попасть по-настоящему лучшие люди 5 июня, 11-13 Эксперты прогнозируют вторые туры и коалиции на региональных выборах В общем, как выразился с похвальной приматой уже упомянутый политолог, участвовавший в травле Коллаборанты обязаны понимать, что сегодня режим дает им деньги, статусы и привилегии Тритируя за их счет революционеров Возможно, вы на этом месте немного удивитесь Почему революционер жалуется на то, что проклятый режим его тритирует, а не берет на содержание Возможно, кому-то это покажется нелогичным, как если бы лесоруб обвинял в безнравственности дерево, не желающее падать само Но фокус в том, что отечественные революционеры, они же рыцари свободы, они же борцы против режима Это вообще в первую очередь не идеология, не теория и даже не практика Это то лесословие, то ли цех С одной стороны, многие ништяки, статусы и даже гранты, в нем переходят по наследству или через брак С другой стороны, в революционеры могут также принять по итогам долгой безупречной карьеры в революционной тусовке Но главная его черта в том, что это цеховое сословие считает себя полноправным сонаследником и сопользователем России как ресурсом, наравне с сословием чиновным 8 июня, 15.37 От яблока на выборы в Масгардуму выдвинулись 16 кандидатов Полезность такого симбиоза для самого государства Он действительно желал бы снизить общественные претензии к власти путем исправления государственного механизма 7 июня, 15.4 Самовыдвиженцы, журналисты, спортсмены Кто и зачем идет в Масгардуму